Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерия Седов. Сегодня у нас в гостях Александр Покровский, писатель-маринист. Здравствуйте! Здравствуйте! Александр, вот ваша первая повесть, ваша первая работа, она вышла в 80-х годах. Что вообще побудила вас вот сесть, начать писать? Ну, она не совсем в 80-х, она вышла, наверное, в 89-й год. Газетная была публикация. Как всегда, мои друзья взяли и тиснули эти рассказики без меня. То есть я даже не знал, что они потащили этот вилок. Ну, какая тебе разница? Взяли и отдали. А у меня были неприятности на службе, пришли выяснять отношения начальники политотделов к моему начальству. А начальство моего уже прочитало. Ну, в общем, все прочитали без меня. Когда им сказали, что нужно со мной провести какую-то беседу, что я вот не прав, там, и так далее, и так далее, мой начальник сказал, к Покровскому претензий нет. Вот. Ну, уже наступила перестройка, и он мог так сказать. А самый первый рассказ, тогда самое первое произведение, которое вот не ваши друзья, а вы отнесли в издательство и сказали вот там, ну, условно, что вот это. Самое первое. Я вообще ни первого, ни второго, ни третьего произведения в редакцию не относил. За меня все делали мои друзья. То есть они взяли под подмышку эти рассказы и потащили в советский писатель. Вот примерно так это обстояло. До этого это мой друг, Василий Петров, он у меня попросил пачку, ну, вторых экземпляров. Я напечатал там через копирку. Вот это, под копиркой то, что было, он, значит, у меня выпросил почитать. И хорошо, я ему дал почитать. Он отправился с этим в ресторан, зачитал прямо в ресторане. Он встал и говорит, я сейчас вам почитаю. И начал читать. Все подумали, что это сумасшедшее какое-то. А потом через какое-то время, как говорил Вася, меня, говорит, вынесли из ресторана на руках. Я говорю, выбросили. Нет, говорит, восторженные почитатели. Ну, вот, примерно так. И он же оттащил в советский писатель. Он отнес это в советский писатель. Я подозреваю, что он в нетрезвом состоянии, потому что он грохнул это дело на стол и сказал, вот, что вы должны печатать. Вот. Они тоже посчитали, что это там сумасшедшее. Потом они вчитались. И так я оказался в книжке в советского писателя, то есть издательство в советский писатель. Там была книжка зелененькая такая, и там три автора. И редактор этой книжки потом сказал мне, слушай, я тут думал-думал, было 20 авторов. Потом я прочитал тебя, остальных выбросил. Вот. Осталось два автора, и я размышлял выбросить, и их тоже или нет. Ну, в общем, так вот мы оказались втроем в одной книжке под одной обложкой. А что вообще побудило взять перо и начать творить? Ну, это опять друзья. То есть, друзья, они виноваты. То есть, я им все время рассказывал эти истории, они мне говорят, а ты возьми и запиши. И я попробовал записать, но оказалось, что это не одно и то же. Одно дело ты рассказываешь, участвует твоя минимика, там, как ты говоришь слова и все такое прочее. А как только остается белый из бумаги, и на нем должны появиться какие-то слова, и они должны разговаривать с читателем, а не ты, то это все, как говорил Гоголь, по-другому выглядит. То есть, вот Гоголь был абсолютно прав. Это другое совершенно, абсолютно другое. Конечно, было тяжело, но все же мы с чего-то начинаем там. Пушкин начинал с Державина, Гоголь начинал с Пушкина. То есть, кто-то с кого-то начинает. То есть, смотрит, как он написал, как он описал. И вот всегда есть учитель. А кто учитель Александра Покровского? Ну, Гоголь, конечно. Гоголь сильно очень помог русской литературе. До Гоголя сильно помог Александр Сергеевич. Александр Сергеевич придумал уже Гоголю половину его сюжетов. Но, конечно, не вечера на хуторе близ Диканьки, потому что это Гоголь сам справился. А, например, «Ревизоры» или «Мертвые души» это Александр Сергеевич подсказал. И Наталья Николаевна ему пеняла на это дело и говорила, что так нельзя разбрасывать сюжетами. А Александр Сергеевич говорил, что в этой голове, кивал на свою голову, еще очень много сюжетов. Поэтому он был такой щедрый. А вот насколько в ваших произведениях много того, что происходило вокруг вас, того, что вы слышали? Сколько там правды, сколько вымысла? Вымысел заключается в том, как ты это дело расскажешь. А сюжет выдумать практически невозможно. Потому что воображение на флоте беднее жизни. Жизнь богаче воображения. То есть, жизнь тебе подскажет сюжеты просто на каждом шагу. Главное, чтобы ты был в той среде. И чтобы ты был тем человеком. То есть, например, сейчас написать книгу «Расстрелять» я не смогу. Потому что я должен быть тем человеком, в том месте, с тем запасом жизнелюбия, с тем запасом здоровья, очень большого, физического здоровья. Просто из него жизнь должна во все стороны бить. Вот тогда получится книга «Расстрелять». Со временем получаются другие книги. Потому что другой человек уже. Ты изменился. У тебя изменились взгляды. У тебя там хочется чего-то другого. Вот эта смена интонации, она не у всех получается. Она не получается, например, у Салтыкова-Щедрина. Он не может сменить интонацию. У него все время будет там история одного города. Вот примерно. Ну, в разных вариантах. В разных вариантах. Варианты у него разнятся. Но, в принципе, об одном и том же. А Гоголю удается. «Вечера на хуторе в Близди Каньке» написал другой человек. «Тараса Бульба» — третий человек. Например, там, «Ревизора» — четвертый. Скажем так, «Мертвые души» — пятый. То есть, он всегда разный. Поэтому вот хотелось стремиться к тому, чтобы быть разным. Любой писатель стремится к тому, чтобы изменить интонацию. Не всем удается. Кому-то везет. Мне повезло. Я могу поменять интонацию. Я могу написать с такой интонацией, с севой интонацией. Главное — выдумать музыку. Потому что любое произведение, любое художественное произведение, оно все равно начинается с музыки. Ты должен выдумать музыку, а потом придут слова. А что значит «выдумать музыку»? Как это? Ну, это же живое. То есть, у вас должно быть полное ощущение того, что книга вас затянула. То есть, книга вас затянула, не отпустила до последней страницы. И после последней страницы у вас тоже возникает такое ощущение, что возникли какие-то крылья, и надо куда-то полететь. Вот это и есть «вы восприняли музыку произведения». То есть, вы восприняли художественное слово как музыку. Во всем повинна музыка. Русский язык, он очень певучий. Невозможно. То есть, вы после этого, невозможно читать другие и других авторов. Мне говорят, вот скажите что-нибудь про современных авторов. А я не могу их читать. Я не могу читать там, допустим. Я не хочу называть фамилии. Почему? Потому что я не критик. И я вообще не люблю кого-то критиковать. Кому-то говорить, что вот, а вот, вы читали, полная ерунда. Ну, зачем это? Человек же старался, он работает на полную катушку. Смотря какая у него катушка. Где его катушка заканчивается. Вот. Поэтому я не буду никого критиковать. Не могу никого посоветовать из современных. Потому что я начинаю читать, вижу огрехи и тут же заканчиваю читать. То есть, мне достаточно бывает одного абзаца. Вы знаете, как проявляется литература? Открывайте на любом месте. Любой абзац читается. Если затягивает, значит, можно читать дальше. Если не затягивает, лучше отложить и больше не читать. Вы сказали, что как раз после первых публикаций пришли люди, которые хотели провести с вами беседу. Были ли у вас какие-то, скажем так, может быть, с проблемами с какими-то вы сталкивались или вот с критикой такой подачи или нет? Книга «Расстрелять» она устроила всех. Интеллектуалов, неинтеллектуалов, грузчиков в магазинах, лоточников, моряков, подводников, рыбников, которые рыбу добывают, летчиков, сухопутчиков. Всех абсолютно. Критиков и не критиков. И литераторов, и не литераторов. И филологов, и не филологов. Другое дело, как они отреагировали. Но равнодушных не было. Равнодушных не было. Были те, которые приняли книгу, были те, которые не приняли книгу. Были те, которые позавидовали, были те, которые не завидовали. То есть лучше всего принял обычный читатель. Профессиональное сообщество, если его так можно называть литературное, оно приняло настороженно, потому что литературное сообщество, даже если это критик, он пишет, даже если он пишет о Гоголе, он пишет в основном о самом себе. Допустим, открываешь книгу, написано «Критика Гоголя», и там в основном он пишет, какой он хороший критик, вот, и как он здорово разбирается в литературе. И Гоголь где-то там на вторых ролях, на третьих, мне хочется прочитать, как же он воспринимает Гоголя в той или иной ситуации, оказывается, так сказать, что он воспринимает себя в той или иной ситуации, а Гоголь служит ему таким украшением его собственных речей. Поэтому я совершенно спокойно отношусь к любой критике, когда встречаю критические какие-то замечания, про себя отмечаю, а, ну, и в этот раз критик не попал, то есть он не узнал, о чем я пишу, очень хорошо. Ну, и пусть он считает так, как считает. То есть никаких возражений и получений я не допускаю по отношению к критикам. Ну, написал, и Бог с ним, Бога ради. Другое дело пишут зрители. Зрители, вот это и читатели, и зрители, которые смотрят фильмы. Вот они главные такие критики. Читатели, да, читателей очень много, которые пишут такие странные вещи, которые никогда не напишут критик. То есть они могут написать вещи очень глубокие. А критик это дело обойдет стороной. Потому что он так глубоко не проник в текст, а как читатель. Читатель проникает глубже. Читатель такой заинтересован. У меня таких благодарных читателей очень много. Мы как раз говорили тоже о смене языка, что вы писали, там, есть книги про флот, есть книги не про флот. Но вот даже совсем недавно тоже вышла книга про флот. То есть есть какая-то вещь, может быть, какая-то идея, может быть, что-то несказанное про службу, про флот, что хотелось бы сказать? Что хотелось бы показать человека, поступки, события, идеи? Трудно что-то новое сказать про флот, потому что сам по себе флот, он очень консервативен. Флот сегодняшнего дня, он похож на флот там сто лет назад. То есть все эти вот взаимоотношения, отношения к кораблю, они не сильно меняются. Взаимоотношения между людьми. Предательство называется предательством во все времена. Доблесть называется доблестью, храбрость храбростью. То есть люди не меняются. А у меня в основном написано о людях. Трудно сказать, что я такого еще не досказал про флот. Все вот эти ситуации, они повторяются. Они повторяемые. Они где-то у кого-то уже были, потому что этот корабль, ну невозможно пройти между какими-то случаями, которые на корабле случались. Тут главное, как ты расскажешь. Не как ты опишешь случай, а как ты его какими словами. То есть это очень важно. Александр, спасибо большое, что стали сегодня. Не за что. Если я вам чем-то помог. Да, конечно. Спасибо, что стали нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. На этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.